Мультобзорщики. Все мы их знаем, все мы их любим. Даже я, вроде как, к ним отношусь. И так уж вышло, что немалая часть из них в какой-то момент решает тоже создать свою анимацию. Ведь кому как не им знать, как всё это устроено. Они годами говорят про мультфильмы, смотрят их, обсуждают, и порой изучая каждый их элемент чуть ли не под микроскопом. А потом постигают вершины анимационного мастерства в секретных библиотеках и тайных архивах Ватикана. Конечно же, они уверены, что у них выйдет создать и свою анимацию. Тем более, аудитория уже есть, и она точно их посмотрит. Так что же может пойти не так? Как показала практика, всё может пойти не так. У данных ютуберов выходит либо дичейший кринж, либо, в лучшем случае, что-то более или менее смотрибельное. Не хорошее, а просто смотрибельное. И сегодня мы поговорим про ещё одного обзорщика, решившего сделать свой собственный мультфильм. Вам повезло, потому что он не из СНГ. Так уж вышло, что российский ютуб я практически не смотрю. И даже если нужно поставить что-нибудь на фон, то зачастую я оставлю тот же англоязычный контент. И вот, как раз, один из таких фоновых ютуберов решил создать свой мультфильм. Итак, я представляю вашему вниманию ЛС Марка. Вы можете знать его по 7-часовому видосу про Спанч Боба, 6-часовому видео по Симпсонам, 5-часовому видео про Гриффинов и так далее. И если вы посмотрели каждое из этих видео, вы как там, живы? Скорую вызвать? Моргните дважды, если вас держат в заложниках. ЛС Марк уже 6 лет делает видео про мультфильмы. И явно достаточно много про них знает. Также, он обладает непонятной для меня тягой к волшебным покровителям. В остальном же, он обычный западный обзорщик мультфильмов. Обычный голос на фон, пока вы убираете комнату или делаете еще что-либо. Собственно, поэтому он мне и понравился. И я удивился, когда узнал, что он собирается сделать свой мультфильм. И что вот-вот, уже скоро выйдет пилот. А потом я его посмотрел. И буду честен, это не так уж и плохо. Я ожидал худшего. Как оказалось, он просто не афишировал, что работает над этим. Достаточно часто переписывал сценарии, пытался понять, что хочет сделать. И в конечном итоге остановился на том, что мы имеем. И да, он в последний момент исправлял целую кучу вещей. Рекомендую посмотреть его видео о процессе создания. Это гениально. Но давайте по порядку. Мультфильм повествует о школьниках. Робби и Клея. Первый, это мышь-экстраверт. Мыши-дрочеры вышли с канала. Сегодня вам Джейн Доу не выпадет. Потрогайте травки. Роб, это кринжовый экстраверт, который не осознает своей кринжовости, думая, что делает все верно. А Клей, это обычный школьник-интроверт, не такуся, который хочет сидеть дома и смотреть свое любимое аниме. Межведовые рецензенты или переделка целителя. А еще его озвучил Майк Ковач, актер озвучки Джакса из цифрового цирка. Я не могу расслышать его голос. Роб старается силой затянуть Клея на вечеринку. И только через неподъемную силу мамки Клея вытягивает его на улицу для социализации. И тут сразу же возникает проблема. Это пилот. Он должен показать характеры персонажей и их поведение. Возможно, даже то, как они познакомились или еще что-либо. Дать базу для того, что будет выходить потом. И не поймите меня неправильно. Он справляется с этим, но местами персонажи настолько противоречат друг другу, что не совсем понимаешь, как они вообще оказались вместе. И почему мышь постоянно бегает за ним и пытается его заставить что-либо делать. Только в конце, когда мышью уже говно вытирают, Роб за него вступается. Зачастую у них просто нет химии и они скорее два рандома, которых поставили вместе. Они даже большую часть эпизода находятся отдельно друг от друга и занимаются своими делами, которые никак между собой не связаны. И в конце только по воле сценариста воссоединяются вместе. Надеюсь, нам в будущем больше раскроют их взаимодействия или еще что-нибудь. Пока же этого нет. И раз уж я заговорил про характеры, Роб сразу же после того, как вытаскивает своего друга на улицу, сразу же косплеит метаморфозу Кавке. Но вместо того, чтобы стать жуком, он превращается в тряпку, прогибаясь буквально под всех. Даже становясь симпом двух девушек, которые им пользуются и заставляют носить одежду за них, буквально исчезая до конца эпизода. И было бы неплохо, если бы он именно носил женскую одежду. Ну знаете, костюм горничный там. Но нет, он носит их куртки. И на протяжении всей серии старается их вернуть, ибо считает это правильным. Это вся его сюжетная линия. Он просто ходит по клубу, пытается выпить, подкатить, сдать и вернуть куртки. И при этом у него нет денег, потому что он, как тряпка, отдал их. И это достаточно скучно, потому что выполнено очень медленно. Единственным интересным эпизодом внутри серии была встреча с пандой, потому что у нее прикольный дизайн. И я не ожидал, что персонаж станет таким, потому что до того, как они попали на эту ющеринку, он был достаточно смешным. И я абсолютно искренен. Этот момент вообще мой любимый за всю серию. А Клей из-за своей кринжовости и неловкости при общении с девушками идет и набухивается. А, ну, и еще у Клея обязательно должна быть паническая атака. В каждом современном мульте должны быть панические атаки. Записывайте. Это обязательная вещь. Без них нельзя. И в конце они жестко дают отпор двум гадким вумен-бимбо, осознавая всю магию крепкой мужской гачи дружбы. Конец. Эх, ну и еще, в один момент куртки у роба то появляются, то исчезают. Да, это максимально краткий пересказ пилота. А вот теперь представьте, что автор растянул это на целых 20 минут. И из-за того, что это мульт про школьников-подростков, он опирается в основном на кринж-юмор и долгие паузы, что сбивает весь темп. Думаю, если бы он удалил все такие моменты и сократил их наполовину, то серия длилась бы минут 15 от силы. И это бы пошло ей только на пользу. Потому что дважды смотреть на то, как Клей кринжует, пытаясь поговорить с девушкой, это странно. Первого раза и так хватило, чтобы понять его характер и, возможно, посмеяться. А знаете, что портит и без того плохую шутку? Еще одна пауза, которая, по идее, должна дать посмеяться зрителю. А смеха-то нет, даже неловкости нет. Это просто становится скучно. Еще один из таких примеров это момент, когда они заходят на вечеринку. Его мало того, что нужно полностью убрать, потому что он филерный, так он еще и невероятно медленный и не смешной. Нам показывают, что охранники очень жестокие и буквально убивают тех, кто не следует правилам. Нагнетают обстановку и... ничего не происходит. Совсем. Забудьте, что это вообще было. Это даже не сетап к чему-то. Даже когда один из персонажей нелегально начинает бухать, это ни к чему не приводит. Они просто рофлят с этого и возвращаются к своей работе. Еще одного из медведей озвучил Зак, создатель Smiling Friends. Создается впечатление, что они отчаянно пытались наскрести 20 минут хронометража и пихали в мультфильм все, что могли. Но когда же авторы стараются выдать быструю шутку, у них выходит неплохо. Хотя я не буду отрицать, может я не смог высидеть эти затянутые моменты из-за моего СДВГ. И желание видеть на экране прохождение Subway Surface. Или нарезание мыла, кто его знает. Но у меня нет СДВГ. Дайте знать, если вам такое понравилось. Или если мне нужно лечиться. Точно. В остальном же мультфильм в целом неплохой. Разве что еще к картинке возникают претензии, потому что они между сценами переходят от такого к такому. И это сильно выбивает из атмосферы при просмотре. Мы переходим от сцены практически без эффектов к этому нечто. Из-за чего создается впечатление, что это два абсолютно разных мульта. Наскоро слепленных воедино. Ну или что над сценами работали разные люди. Даже если это и выглядит красиво, оно вызывает вопросы и создает несостыковки. На которые нельзя не обратить внимания. Да, я понимаю, что сейчас половина видео говорила о том, что мне не понравилось или я посчитал скучным. Но поверьте мне, это было на удивление интересно смотреть. Оно не вызвало у меня отторжения, как скажем мультфильм от Сван Аута, который вышел на Нетфликсе. Или пример из СМГ комикса Оптимистера. Нет, мультфильм был достаточно постоянным в своем юморе и персонажах. И событиях, чтобы я не сидел, ломая голову, пытаясь понять, что происходит. Это обычный средненький мульт, созданный ютубером. И видно, с чего он брал вдохновение. Марк обожает мультфильмы двухтысячных, обладая невероятной помешанностью на волшебных покровителях. Местами прям видно, что он ими вдохновлялся. Особенно в плане юмора и дизайна. Черт, да, это даже в звуковых эффектах слышно. Он вставляет их, по ощущению, в случайные места. Из-за чего создаются впечатления, будто я смотрю зумерский мем с гуфи о-о звуками. В своей сути, этот пилот это просто набор вещей, которые ему нравились в других мультах. И которые он хотя бы попытался соединить вместе. Выходит так себе, но это поправимо. В качестве неисправимого же примера можно привести ту же черную жемчужину, которая просто накидывает вещи и забывает про них. Тут же автор хотя бы пытался. Местами удачно, а местами нет. Мне кажется, если бы Марк попытался создать что-то полностью свое, не переписывал сценарий по сотни раз, то вышло бы намного лучше. Пока я писал сценарий, заметил, что многие жалуются на то, что мультфильм не оправдал ожиданий и был слишком детским. И я их понимаю. Зная юмор автора и то, какой контент он делает, я ожидал, что будет что-то пожестче и интереснее. На деле же мы получили очередную историю о взрослении школьников, что ясно из названия Catching Up. Оно же Наверстывая выпущенное. Мультфильм как бы показывает этот процесс. Оба персонажа явно не так хороши в социализации и стараются не отставать от остальных. Один просто кринжовый эджи подросток, а другой не осознает своего кринжа и думает, что он делает все как нужно. Но проблема в том, что это все сделано слишком по-детски. Если убрать один ман за всю серию, так это можно вовсе детям показывать. В мультфильме будто не хватает подростковой джовости. И если не переборщить с ней, то можно сделать нормально. На деле же мы имеем максимально детское произведение, которое старается перейти на тему повзрослее, но у него не выходит. А вот проблема неоправданных ожиданий, скорее всего, не является проблемой со стороны автора. Если уж на то пошло, ЛС Марк не подогревал ожидания от выхода своего мульта. В отличие от СНГ мульта-обзорщиков, он не пихал в свои видео постоянную инфу о том, что он делает. Я, например, как уже говорил, о выходе мульта узнал непосредственно перед самим выходом. Вообще, если подумать, неоправданное ожидание это в целом проблема многих обзорщиков, которые решили сделать что-то свое. Видите ли, когда ты много лет говоришь про другие мульты и как-либо критикуешь их, а потом сам объявляешь, что создаешь что-то, люди будут ожидать, что то, что ты сделаешь, будет намного лучше того, что ты критиковал. По сути, с каждым своим видео о других мультах, ты заранее поднимаешь планку качества собственного мульта, что создает завышенные ожидания у других, и которые не оправдываются, зачастую закономерно. Но мне кажется, что ЛС Марку удалось этого избежать, по крайней мере частично, потому что он не говорил о своем мульте на каждом углу, и не орал о нем, как о спасении анимации, грядущем шедевре или еще чем-нибудь. Тем не менее, я считаю, что у ЛС Марка вышла, причем очень даже неплохо. Остается надеяться, что ошибки пилота учтут и исправят. Ну а вы, как зритель, можете поддержать его на кикстартере, если он еще работает в СНГ, или поддержать просмотром. Как ни крути, даже такие произведения выходят довольно редко. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам всего доброго и до связи! А запись-то я запустил? А на бумажном листе, шагающем по городу везде, ночью улетающего с балконом в нем ничего плохого. Субтитры создавал DimaTorzok